Стоит ли готовить прямогемы на Часку? Учитывая, что относительно скоро уже выйдет Мавуика. Часка Анемы лучница, основная задача которой наносить урон. Хотя в саппорты её тоже можно собрать с натландскими артами на бонус Алимурона, чтобы усилить Странника или Сяо. Кстати, геймплей Часки немного похож на Странника. После активации элементального навыка Часка расчехляет свой огромный ствол и отправляется на нём в полёт, получая возможность использовать обычные и заряженные атаки, нанося Анемы урон. Только играть она будет именно с заряженными атаками, выпуская до 6 пуль, которые залетают во все цели, попавшие в рамку прицела. Если в отряде есть персонажи Пиро Крио Электро или Гидро Элемента, несколько патронов её заряженной атаки перекрашиваются в соответствующий элемент. И урон, который они нанесут, будет именно того элемента, в который покрашен патрон. Это наводит на мысль, что кубок, видимо, придётся одевать ей на силу атаки, потому что толку из бонуса Анемы урона, если половина патронов нанесут урон другого элемента, прокнув реакцию рассеивания. Получается, что собрав её в саппорта с артефактами Свитка Героя, даже не придётся париться о нанесении элементальных статусов на цель. Допустим, в отряде Сяо Форзан Часка Беннет, достаточно жахнуть одним заряженным выстрелом, чтобы активировать эффект артефактов, бафнув отряду 40% Анема Пиро Урона. Из сферы энергии такой выстрел выбивает до 5 штук, что прям очень хорошо для прожорливых Сяо с Форзан. А вот использовать Часку как саппорта для других элементальных дамагеров смысла особого-то и нет. И другие Анема персонажи справятся с наборами Изумрудной Тени. Кадзуха там, Сахароза, Линнет. Рассматривая же Часку как дамагера, в отличие от Странника, она в полёте получает сопротивление к прерыванию атак. Значит, можно обойтись без Щитовика или Дехи в отряде. Да и сам полёт у неё бодрее. Прибавляем к этому Анема урон и урон других элементов, смотря какие персонажи будут в отряде. И на выходе получаем лучшего персонажа для открытого мира. Обладателям Сяо тоже стоит присмотреться к Часке. Усилить Анема урон мало кто способен. А я уже говорил, один выстрел за Часку сортами Свитка Героя, и Сяо получает 40% бонуса Анема урона, плюс бафы Беннета и Форузан. Только вот какой-то имбовости в Часке не ощущается. Конечно, пока её не выпустили, мы не можем знать наверняка, какие проценты урона ей в итоге нарисуют. Но я бы не надеялся на то, что она будет сильнее того же Странника или Сяо. А как многие знают, они далеко не самые сильные дамагеры в игре. Ну а халявную луну за прошлый ролик с кратким разбором стрима разработчиков получает Никита. Чтобы принять участие в раздаче, пишем в комментарии свой ид из игры, и в следующем видосе мы узнаем, кто луну забрал. Ну а где я покупаю луну, вы все прекрасно знаете. На Genshin Drop, конечно же. Больше года стабильной работы, вопреки всем налетевшим на сайт хейтерам. Вводишь свой ид из игры, оплачиваешь и получаешь гемы. Всё просто и никакого скама. А ещё там тоже постоянно проводят халявные раздачи. Заходи и участвуй по ссылке в описании. Па-ке-да.